Как это начиналось все? И каким образом она связана с Архангельской областью и вашей архитектурой? Я родился в Баку, но в 1947 году отца перевели работу в Архангельск. Мы приехали сюда и, кстати, сейчас вспомнил, что именно здесь он заработал туберкулез, от которого он родился. Но, видать, ему климат не подошел. Но здесь я, это для меня вот из детских лет, из детских именно, не юношеских, а вот в детских лет самый счастливый период. Я здесь пошел в школу, я здесь научился кататься на лыжах, я научился кататься на коньках, я научился играть в лапту. Я здесь увидел белые ночи. Я счастлив, что мы здесь прожили три года. Я ходил в школу номер шесть в Архангельске. Это был очень романтический какой-то период, который я бы не испытал, живя в средней полосе России, тем более на юге. И вот потом мы переехали в Астрахань, я уже такого не испытывал. То, чему я научился здесь, в Архангельске, и то, какие мне открылись просторы. Тем более, что это был Архангельск, очень не похожий на нынешний. Это был деревянный, сплошной город, причем многоэтажные, трехэтажные дома, улицы с двух сторон и тротуаров тоже не было. Были мазки над болотами или я не знаю над чем. Ничего уже от этого не осталось. Я тот дом, где я живу, не нашел, но, похоже, нечто вижу, еще существует на улице Свободы. Так что вот это мое общение с Архангельском. Здесь я начал смотреть кино. В захлеб, дожидаясь, когда появятся новые фильмы, бежать уже в этот же день, чтобы посмотреть первым этот фильм. Много было. Даже я помню, что здесь были периоды, когда днем показывали, летом, под открытым небом какие-то были показы. Фильмы, хорошие фильмы, забилеты. Но какое-то огораживалось пространство, и там мы сидели и смотрели, потому что кино было безумно популярно. Это было единственное окно в мире, не было никакого телевизора. Кино и книги – это то, что меня сделало человеком. Где я жадно смотрел и видел, что существует какая-то другая жизнь, отличная, от которой я живу. И очень притягивающий меня к себе. Вот что такое для меня Архангельск. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ